И я сказала маме, что я иду на феминистскую лекцию. Мама сказала, что теперь феминистка. Она сказала, что это нормально. Она говорит, что феминизм – это же ненавистничество. И я сказала, что мама. Страшные женщины, сумасшедшие женщины. Полицейная, очки. Заставляют всех лечить подвижки. Заставляют стоять в метро, обрабатываясь с мужчинами. Запрещают мужчинам в креме перед женщинами. При слове «мужчины» я краснею, да, и злюсь. Мизандрия. Понравил. Моя лекция называется «Видение в феминизм». Поэтому мне кажется, что будет разумно рассказать, как он возник. Меня всем слышно? Да? Хорошо. Ну, как правило, когда говорят о феминизме, имеют в виду европейский и американский феминизм. И он рассматривается в основном как феминизм в общем. Феминизм как движение возник в XVIII веке. И сам феминизм делится на несколько движений первой волны, второй волны, третьей волны. Первая волна феминизма, это примерно XIX век, конец XIX, начало XX века. Это борьба за достижение равных прав паров. То есть это право голоса, отсюда движение суфражисток от слова «суфрэч» или «суфражисток», не помню точно. Право голоса, дословно переводится. Также шла борьба за равноправие в правах собственности, в браке, в свободном выборе профессии, в получении полноценного образования. Вторая волна феминизма, это 60-е годы XX века. И они также выступали за равенство женщин и мужчин, но уже за юридические и социальные права, а также занимались развенчанием, так называемой «загадки женственности». В своей книге Бетти Фриден, в своей книге «Загадка женственности» писала, что роль домашней хозяйки и воспитательницы детей была навязана женщинам посредством создания так называемого «мифа-загадки женственности». Всегда научная теория и женские журналы, рекламная индустрия научили тому, что женщинам, обладающим так называемой «истинной женственностью», не нужна ни карьера, ни образование, никакие социальные и политические права. То есть все, чего добились феминистки первой волны, женщинам, которые обладают истинной женственностью, не нужно. Все, что от них требуется, это с раннего девичества посвящать себя поискам мужа и рождению детей. Именно развенчанием этого мифа занимался феминизм второй волны, а феминизм третьей волны возник в 90-х годах XX века. И возник он в связи с неудачей второй волны феминизма, в связи с тем, что вторая волна не добилась всего того, чего они хотели добиться. Третья волна феминизма столкнулась с так называемым мифом о красоте, хорошо описанным в книге «Наум и Вуд», которая так называется «Миф о красоте». Он был сонтан с целью ослабить женщину, ослабить движение. Так называемый миф о красоте утверждается, что женщина может претендовать на какие-то равные права с мужчиной, на хорошую работу, на хорошее положение в обществе, только если она обладает внешней привлекательностью. Если женщина не обладает внешней привлекательностью, то она не по праву находится в высших кругах, и либо она должна улучшить свою внешнюю привлекательность, либо она не может занимать должность, которую она занимает. Феминизм третьей волны характеризуется некими новыми чертами. Феминизм третьей волны – это вкладные компоненты в квир-теории, антирасизма, интернационализма. Он рассматривает гендер, сексуальность, проблему трансгендерности. Также существуют понятия кибер, феминизм, экофеминизм и другие. Сейчас основные проблемы феминизма, третьей волны, которая еще продолжается, это стереотипы восприятия женщин, воспитание «ты же девочка», когда девочку изначально с самого детства социализируют следующим образом. «Ты девочка, ты должна готовить себя к обслуживанию мужа, ты должна соответствовать определенным нормам женственности». Также понятие женской природы – это такое вот пустое понятие, что у женщин есть какая-то своя природа, которая отлична от мужской. Также проблемами современного феминизма является объективация, то есть мужской взгляд на женщину, когда женщина объективируется, когда она используется в качестве объекта. Например, в рекламе женское тело часто используется как некий объект, с которым можно взаимодействовать, то есть она не выступает субъектом. Ее тело может объективироваться даже не все, а какие-то части тела, например, грудь женская. Миф о красоте я уже говорила, в том числе он до сих пор не сяк, несмотря на вышедшую книгу, вышедшую давно, но все равно до сих пор в СМИ, на телевидении женщины оцениваются по внешней привлекательности. То есть, когда женщина, телеведущая, допустим, состаривается, утрачивает какую-то вырубленную привлекательность, ее заменяют молодой женщиной. А с мужчинами такого не происходит. Также двойные стандарты. Двойные стандарты здесь имеются в виду непонятные требования мужчин. Например, если женщина соглашается на секс, значит она шлюха. Если женщина не соглашается, значит она стерва. Борьба с такими двойными стандартами тоже является задачей современного феминизма. Например, если женщина красивая, значит она добивается всего только с помощью красоты, значит она пустая. Если женщина некрасиво добилась высот, значит она какая-то мужеподобная, некрасивая. И как она этого добилась вообще. И так называемая выученная беспомощность, это когда женщины считают, что они ничего не могут сделать для своего освобождения. Никак изменить ситуацию. Что никак не могут повлиять на ситуацию. Сейчас это очень распространено, очень многие женщины говорят, ну да, есть такие проблемы, да, мне не нравится, что я должна обслуживать мужчин, да, мне не нравятся стандарты, но что я могу с этим сделать. Также занимается, у меня сейчас проблема дискриминации. Дискриминация сейчас вот наиболее важный аспект, это репродуктивное право, потому что женщины пытаются отнять право на аборт, право контролировать свою рождаемость, запрещается реклама средств контрацепции, пропагандируются так называемые традиционные ценности. Также труд по воспроизводству сейчас не учитывается женский, то есть то, что женщина работает по дому очень много часов, занимается детьми, рожает детей, это сейчас не оценивается как труд, как будто это не работа, это как будто легко дается. Очень часто сейчас, ну, практически все женщины сейчас этим стакают, что они работают на работе наравне с мужчинами, а потом приходят домой и делают всю домашнюю работу просто потому, что они женщины. И это не считается каким-то трудом, хотя на самом деле, если подсчитать труд домохозяйки, это очень большой труд, а тем более рождение, выращивание ребенка, воспитание его. Также сейчас очень большая проблема дискриминации, это так называемый харассмент, это должностные преступления на сексуальной почве. Или же половая дискриминация на работе. К харассменту относятся, например, суждения, оскорбляющие собеседника по признаку пола. Это когда женщину обвиняют муж по дубе, или когда говорят, ну ты же женщина, зачем тебе такое высокое место, твое дело детей рожать. Также к харассменту относятся нежелательные предложения к совместной деятельности, которые могут носить сексуальный характер. Например, когда начальник уговаривает свою подчиненную поужинать с ним. Также домогательства на работе прямые, такие как прикосновения к телу. Обещание вознаградить за согласие на действие сексуального характера. Например, я повышу тебе зарплату, если ты съедешь со мной на Мальдивы. Или же угрозы, связанные с несогласием женщины оказывать действие сексуального характера. Например, я тебя уволю, или я тебе сокращу зарплату, если ты не съедешь со мной на Мальдивы. Также, кроме дискриминации и сексизма, современный феминизм занимается борьбой с культурой насилия, ангроцентризмом и патриархатом. Патриархат никуда не делся, он остался. По-прежнему, именно муж считается главой семьи, именно мужчина считается принимающим решение. Что касается культуры насилия, абьюз. Феминизм занимается борьбой с абьюзом. Абьюз – это может быть как насилие, в принципе, к женщинам, так и насилие в пределах семьи, так называемое домашнее насилие. В борьбе с домашним насилием основным является в России сейчас эта борьба за принятие закона о домашнем насилии. Кроме этого закона, феминизм борется с открытием кризисных центров для женщин. Занимается просвещением женщин о видах домашнего насилия и о том, как их следует избежать. В частности, в Туле мы посетили вчера замечательный кризисный центр, который занимается оказанием помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, и детям в том числе, потому что дети тоже страдают, как правило, на равнях женщинам на домашнем насилии. Также ведется борьба с проституцией и порнографией. Порнография порождает объективацию, порождает нездоровое восприятие женского тела, а также порождает отношение к женщине как к объекту, не только в отношении тела, в принципе, как к чему-то, что можно заменить, что можно приобрести. Борьба с проституцией связана с борьбой с насилием, потому что проституция – это оказание сексуальных услуг за деньги, то есть здесь нет согласия. А любое сексуальное действие без согласия – это насилие. Поэтому борьба с проституцией является тоже частью борьбы с культурой насилия. Газлайтинг – это представление жертвы каких-то насильственных действий или какого-то психологического воздействия как неадекватного человека. Например, муж применяет психологическое насилие в женщине, не ограничивает ее в общении, а потом заявляет, что она сама, у нее не все дома, не все в порядке, что-то с головой, и она все это придумала, и сходи к психологу, дорогая. Также финист борется с очень распространенным сейчас, особенно в российской среде, явлением таким, как victim blaming – обвинение жертвы. Это когда жертву сексуального насилия или домашнего насилия обвиняют в том, что она сама виновата. Дело в том, что, я думаю, здесь все это осознают, что в любом насилии, в любом насильственном действии виноват насильник. Но сейчас мы часто встречаем, часто сталкиваемся с такой ситуацией, что, допустим, когда происходят какие-то громкие случаи изнасилований, например, девушка в беспомощном состоянии, допустим, девушка прошла к друзьям, ее напоили чаем со снотворным или с наркотиком, или алкоголем тоже с наркотиком, и в беспомощном состоянии совершили с ней действия сексуального характера. Начинается обвинение. А зачем она пошла? А зачем она пила? А почему родители ее нормально не воспитали? Сама дура виновата. И феминизм сейчас занимается борьбой с таким обвинением жертвы тоже, потому что очень важно для населения донести, что жертва никогда не виновата в насильственных действиях, которые с ней происходят. Шла ли она по улице, и ее изнасиловали, пришла ли она к знакомому гостю, которому она доверяет, и ее там изнасиловали. В любом случае виноват насильник. Как бы ни была одета женщина, чем бы она ни занималась, если секс происходит без согласия, то есть либо если жертва сопротивляется, либо у нее беспомощное состояние, то, естественно, виноват человек, который совершает насилие. В общем-то, это были основные вопросы феминизма сегодняшнего дня. Продолжение вот этой третьей волны. И хотелось бы сейчас организовать обсуждение какое-то того, что я сейчас сказала, какие перспективы видны. Ну и хотелось бы еще добавить о том, что сейчас очень сильная проблема феминизма именно в России это разобщенно сильный феминистский групп. То есть, допустим, если есть какие-то там две феминистские группы в одном городе, они начинают конкурировать между собой. Также бывает такое, ну, ни для кого не секрет, что феминизм сейчас, особенно в России, имеет несколько направлений радикальный феминизм, либеральный феминизм, экофеминизм, киперфеминизм. И очень часто, например, радикальные феминистки начинают конфликтовать с либеральными феминистками, трансэксклюзивные феминистки начинают конфликтовать с трансинклюзивными феминистками, там, экофеминистки еще с кем-то. Те же Child Free могут конфликтовать с женщинами, которые приняли решение родить ребенка. Мне кажется, что сейчас основным путем для преодоления этого является объединение феминистров для решения общих вопросов. Даже с разными взглядами все равно есть какие-то общие вопросы, на решение которых можно направить силы всех направлений. Ну и предпринимаются регулярные попытки объединения женщин в общее феминистское движение. Сейчас существует проект «Феминистская Россия» в сайте fmrush.ru, где собираются различные феминистские организации для объединения, для каких-то общих действий, для обсуждения общих проблем. И там уже объединены несколько. Объединились в рамках этого проекта несколько феминистских организаций. РФО «Ана», которые я подставляю, феминистская организация «Фенбанд», или «Фенбанд», правильно, да? Цюменская организация «Гербера». Мне кажется, в рамках этого объединения нужно решать какие-то общие вопросы. Или, например, планировать российские мероприятия какие-то. Ну, собственно, хочется услышать ваши вопросы, организовать обсуждения, какую-то дискуссию. Я послушаю. А феминисток всегда было так немногочислено, как сейчас. Например, в первую лавину, когда боролась за голос и все эти важные дела, им было так же мало? Ну, если рассматривать феминист вообще как движение, естественно, больше всего феминисток было в первой волне, когда шла борьба за право голосовать, с право русское движение. Я помню вот эту заманстрацию в Нью-Йорке, когда женщины вышли с кухонной утварью предоставать против «домашнего рабства», так называемого. В связи с чем связана именно многочислость в России, в частности, с тем, что права, такие, как право на голосование, право работы, право на образование. После революции были даны очень быстро. То есть в России было супружеское движение, но они комплектовались с революционерками, потому что революционерки, такие как Александр Калантай, они настаивали на том, что сначала должен прийти социализм, а потом женское равенство, что это взаимосвязано все с борьбой против капитализма. И супружеские, в общем-то, конфликтовались с революционерками, а потом, когда прошла революция, женщины получили свои права. Но потом, к сожалению, после 20-х годов, женщины начали опять запирать дом, постепенно ограничить их свободу, опять запретили аборты, стали писать в различные женские журналы, такие как работницы, крестьянка, о том, как важно поддерживать порядок дома, о том, как важно заботиться о детях. И вот возник такой стриотип о женщине, которая и на работе все успевает, и дома идеально, как жена и мать. И сейчас у женщин в голове такая кашля, что, казалось бы, у нас есть все права. Мы можем работать, мы можем получать образование, за что же нам еще бороться. И женщины многие не осознают, что неравенство это как раз заключается в том, что, получив все права, у них остались все обязанности, те же. То есть они выполняют 90% работу по дому. Вращение и воспитание детей, это все тоже лежит на них. К тому же женщины с детства социализируют как даже девочку, которая должна обязательно найти мужа, растить детей. Происходит давление с помощью СМИ, с помощью глянцевых журналов, даже если посмотреть какие-то телевизионные каналы, типа домашний. Это обязательно все именно про семью. И в связи с этим у женщин, у многих полно кашля в голове, вроде бы неприятно, вроде бы некомфортно, вроде бы что-то надо менять. И с другой стороны, вот у нас же все есть. Многие женщины в этом плане обвиняют феминистов, что вот уже всего добились, уже можем работать, уже мужчины перестали нам дверь открывать. Они еще и за что-то борются. Вот. Ну вот с этим тоже связано. Ну и к тому же сейчас идет активная борьба за так называемые традиционные ценности нашего народа. активно идет пропаганда повышения рождаемости. Может быть с этим тоже связано. и есть еще такая проблема, как… Как называется это движение Валяевой? Ведические жены. Да. Ведическое так называемое движение, которое сейчас очень распространено, очень много… Очень модно среди женщин сейчас жить по ведам, а по ведам, к сожалению, вообще невозможно какое-либо осознание несправедливости, потому что веды призывают именно следовать таким традиционным ценностям, услуживать во всем мужчине, выполнять чисто женские обязанности. Ну и есть еще такая проблема, как то, что феминизм сейчас очень распространен в интернет-среде, и бывает такое, что женщины видят сколько вконтакте фан-пабликов, феминистских групп, феминистских статей, и решают, что в оффлайне, в общем-то, можно ничего не делать, или есть женщины, которые готовы что-то делать в соцсетях, но не готовы делать в реальной жизни. Да, такое бывает, и таких женщин тоже можно понять, потому что есть женщины, у которых дети, есть женщины, которые просто не могут этим заниматься, но на наш взгляд надо выходить спокойно, выходить из соцсетей, потому что обсуждение в соцсетях и подписание петиции различных в интернете, это, конечно, дает иллюзии того, что проблема обсуждаема, но на самом деле в федеральные СМИ в реальную жизнь это практически не просачивается. Ну и сейчас, да, маленький процент людей, которые способны и хотят бороться именно в реальном времени, в реальном мире. А в странах Азии сейчас что-нибудь происходит? Вы имеете в виду вот в уффлайном режиме что происходит, да? Ну, вообще в любом, там женщины, наверное, думают о своих правах и вообще о проблемах. Ну, опять же, какие именно женщины? Женщины, которые задумывались хоть раз над этим, они рано или поздно приходят к феминистским мыслям, другое дело, что они себя осознают именно как феминизм. А вот я не феминистка, но... В интернете, как правило, что сейчас происходит? Пишутся статьи, которые и на различные исследования происходят, которые изучают влияние каких-то обстоятельств на женщин, влияние каких-то стереотипов на женщин, занимаются изучением гендера. А в реальной жизни происходят акции, например, такие как перформансы против гендерного насилия, которые... Вот когда у нас была неделя борьбы с гендерным насилием, да, происходили перформансы в Москве, и где еще? По всей стране. По всей стране. В Нижнем Новгороде. Ведется раздача листовок, ведутся денежные пикеты, просачиваются постепенно это в средства массовой информации. Я могу ответить. Ну, там такая особенность по сравнению как раз с Европой и Северной Америкой, то, что многие страны находились в колониальной зависимости, и поэтому там у них свой путь. Появился такой феномен, который в академической, в научной литературе обозначает термином постколониальный феминизм. Движение как раз в странах, которые преодолевали эту зависимость, для них важна и борьба вот в гендерной плоскости, плюс рефлексии на тему своего прошлого колониального. Для них важны аспекты борьбы с расизмом, в том числе в странах мусульманских, там есть движение за мусульманский феминизм. Софья Ко могла бы об этом подробнее рассказать, но, к сожалению, ее с нами сейчас нет. В общем, они ставят перед собой цель по-другому интерпретировать священный текст Коран и другие тексты, как бы давать им иную интерпретацию. То есть их отличие от, скажем, европейских феминисток секулярных в том, что они очень считают важным вот эту культурную традицию, в которой они родились, в которой их воспитали. И они не просто отбрасывают некую вот эту традицию, в том числе религиозную, они как бы возвращают ее себе, реклейм осуществляют. Они говорят, что был некий текст, данный богом, и патриархатная культура его извратила, извратила его в процессе интерпретации. И они как бы возвращают исходный вот этот смысл текста и вносят прогрессивные идеи. Например, можно еще вспомнить Индию, где тоже в последние годы в масс-медиа проблема изнасилований, в том числе групповых изнасилований, она вышла просто на общенациональный уровень. Эти вопросы стали обсуждать на телевидении. Появляются различные женские движения. Женщины в розовом, кажется, это называется движение. То есть вот эта борьба с групповыми изнасилами, попытка поднять этот вопрос на новый уровень. Плюс еще борьба с таким тоже довольно распространенным в Индии явлением, к сожалению, как кислотные атаки. Это когда женщины обливают кислотой за какую-то мнимую провинность, которую они осуществляют. И там огромное количество пострадавших, и они постепенно начинают даже как-то солидаризироваться между собой, объединяться. Не помню, а в каком городе, может быть, ты подскажешь, в одном из городов создали предприятие, что-то типа кафе, где работают как раз жертвы вот этих кислотных атак. То есть они там объединились, они работают, и люди, и часть прибыли они, собственно, отдают в помощь пострадавшим. И многие люди знают про это и приходят к ним, и пользуются их услугами. Это очень здорово. Вот в Китае тоже есть феминистское движение. Вот Роман, наверное, может даже рассказать эту историю недавнюю, как там активисток арестовали после акции на 8 марта, и длительное время их в тюрьме содержали. Вот ты знаешь чем? Каковы последние новости этой истории? История тогда закончилась хорошо, это было вот весной прошлого 15-го года. Позиция офицера Китая, что у них тоже достигнута, после уславления коммунистической власти Компартии, достигнута равноправие. То есть законы, на мой взгляд, в Китае достаточно прогрессивные, но проблема в том, что Китай большой, там есть, опять же, традиции, и иногда традиции, особенно вне крупных городов, превалируют над законом, и поэтому точнуют такие движения, прежде всего это юристки, правозащитницы, журналистки, которые стараются продвигать идеи равноправия женского равноправия в Китае. То есть это, чтобы юридическое равноправие, которое закреплено в законах, оно преобразовывалось в фактическое равноправие в жизни. В частности была акция по поводу домашнего насилия, то есть позиция женского движения в Китае, что оно не является позиционным, оно как раз согласуется с политикой партии, партии к этому относятся двойственно, с одной стороны, оно не мудительно не считается, это настолько, скажем, приятно, но с другой стороны, как бы стремиться контролировать вообще общественную жизнь в стране, и поэтому иногда оно оказывает давление на такие независимые женские инициативы в Китае. В данном случае это выразилось в аресте примерно 170 человек, там их обвиняли в том, что они планировали какие-то беспорядки в этом плане. То есть там сначала с ними жёстко, но после сильной международной реакции на Западе, было как что-то известное и в России, в России ислам, их откусили через несколько недель, но вообще, то есть там, оказывается, они в давлении. Ну вот, в общем, важный, наверное, самый аспект, который стоит подчеркнуть, то есть столкновение незападных культур с теорией, которая изначально появлялась в рамках западной философии, западной политики, и вот эти вот разные взаимодействия, там кто-то, кто-то, кто-то скорее воспринимает западные тенденции в большей степени, кто-то хочет в том числе опираться и на традиции в разных странах Азии, которые всегда существовали, и в этих традициях тоже многое можно находить, в том числе, вот, наверное, любопытно будет вспомнить, что, возможно, первый в истории человечества протофеминистский текст, это одно из сочинений, которое входит в состав буддийской трепетки, там был текст из второй корзины, он посвящен был женщинам-монахиням, собственно, он носил достаточно прогрессивный характер, собственно, как и первоначальная община последователей, последователей с Буддой, там было много достаточно женщин, в этой сангхе, и даже, хотя исторически, конечно, в основном в истории мужские имена остались, собственно, как и в западной культуре, преимущественно, но, в общем-то, есть свидетельства о том, что разные буддийские деятельницы, они тоже писали сочинения, тоже, в общем, играли важную роль, это еще вот в Индии во времена Золотого века, в первом тысячелетии нашей эры, и, ну, все это, конечно, к сожалению, не осталось, в основном остались там мужские произведения. что там еще можно... в Японии, в Японии, как будто бы, вот, создается ощущение, что ей культура повседневная достаточно, достаточно патриархальные черты носят, тоже вот это влияние вот этих вот традиций еще таких вот околоконфуцианских характерных для восточно-азиатского региона, но и в Японии тоже феминистское движение есть, но оно, кажется, не настолько громкое, по крайней мере, ну, я не специалистка, поэтому я сейчас не могу про Японию сказать много, ну, то есть, про культуру можно сказать, что да, она там очень жесткая в этом плане, жестко-патриархальная, на самом деле. Да. Да, я как раз добавлю, вот, несколько месяцев назад там было выступление премьер-министра Абе на заседании правительства, где он отметил, что в Японии, в сравнении с другими западными странами из такого же уровня развития, недостаточно высок уровень работающих женщин, которые возвращались на работу после рождения ребенка, что объясняется вот именно японскими традициями. и он видит в том, чтобы стимулировать женскую-женскую занятость после рождения ребенка и совмещение, работать с материнством, как способ повысить производительность труда в стране и таким образом увеличить темп экономического роста, вот о чем сейчас заботится правительством. Вот. И только после этого там началось в прессе обсуждение, о том, что да, в Японии там гендерные равенства являются недостаточными, что выражается. То есть в недостаточной представленности женщины это в руководстве, руководстве компании, а также в политическом руководстве, например, вставе того же кабинета, того же Абе. вот, и кроме того, не только чтобы актуально, тоже есть такой вопрос, возможности изменения закона о наследовании императорского трона, чтобы женщины тоже имели возможность наследовать, скажем, становиться императором на таких же условиях, как мужчины, чего до сих пор не было. да, вот. Спасибо. Ну, вообще, хотелось бы обсудить сейчас не только, какие проблемы сейчас есть, но и ваши взгляды на то, как эти проблемы можно решить, ну, что сейчас можно предпринять. вот, мы со своей страной предпринимаем попытки объединения российских феминисток, тот же портал фан-россия, фан-раш.ру, тоже российское феминистское объединение, она, которое я представляю, которое тоже было создано как проект по объединению феминисток. Дальше, я говорю, провалились какие-то публичные акции, тип перформансов, раздача столов, распространение информации, подача петиции против домашнего насилия, ну, в поддержку закона о домашнем насилии. Сейчас еще, ну, недавно я слышала движение по борьбе с сексизмом в высших учебных заведениях, я не очень много об этом знаю, но, вроде бы, сейчас возникла какая-то инициативная группа, которая борется с сексизмом в отношении студентов, преподавателей, в высших учебных заведениях, в том числе и в незрелых лекциях, или просто вот в общих суждениях. И хотелось бы услышать еще ваши взгляды, что еще можно сделать, ваше предложение. Вчера мы общались с руководительницей кризисного центра, с руководительницей кризисного центра мы вчера общались, и, мне кажется, важно было бы, если бы мы не только исследования проводили, вот как она сказала, собирая статистику, информацию, и потом доводя ее до чьего-то сведения. Но еще, чтобы центры во всей стране как-то консолидированно поддерживали политические требования, которые могут активистские организации выдвигать. То есть, чтобы была взаимная поддержка, то есть не просто там, в общем, вышли какие-то маргинальные элементы и чего-то просят, а чтобы можно было показать, что вот есть конкретные организации, которые оказывают адресную помощь людям, и против них невозможно высказаться, то есть там сказать, что это кто-то не то, какие-то там отщепенки, неизвестно чем занимающиеся. Да, вчера разговаривали с руководительницей Тульского кризисного центра помощи женщинам, они оказывают женщинам пострадавшим от насилия, от дискриминации, от еще чего-либо, психологическую, социальную, юридическую помощь. Но вот дело в том, вот о чем ты говоришь, Кира, если какую-то, если рассматривать их участие в какой-либо политической, борьбе политических требований, если это центр государственный, а сейчас вот в Туле центр именно государственный, поддерживаем государственным бюджетным центром, то будет сложновато для них как-то идти против политики государства. Другое дело, да, собрать статистику определенного региона и предъявить это, сказать, что вот есть какая-то статистика, нужен закон. но если идти конкретно против политики государства, если государство говорит, что некого против этого, то кризисные центры, на мой взгляд, не смогут против этого идти, просто потому что они бюджетные и государственные. вот. Другое дело, что, да, статистику собирать надо, и если, допустим, к петиции, к тем же петициям в поддержку принятия закона о домашнем насилии и приложить статистику в конкретном регионе, эта петиция может быть более действенной, чем если это просто петиция без статистики. Но тут еще вопрос в том, как собрать статистические данные. если бы я поняла, определенной службой занимаются, да? Я имею в виду, что не то чтобы центром заниматься уже политической деятельностью или прямо как-то ее прямо, ну, непосредственно поддерживать, а скорее, то есть, активистки могут, например, выступать за принятие закона, а кризисные центры могут подкреплять это статистикой и, ну, публичным высказыванием за этот закон. То есть, они не... Публичные высказывать кризисные на центре ничего не будут, но статистику они, да, они могут предъявить в поддержку к активистам. Так же, как вот... Потому что в нашей стране публичное высказывание чего-либо, что не согласуется прямо с действующей властью, действующим законодательством, это риск увольнения, риск сформирования, собственно, по этим причинам. Вот я сама пришла из бюджетной сферы, работаю учительным начальник классов два с половиной года. Вот, что сейчас происходит в бюджетных сферах, сказали всем идти на местных в поддержку чего-либо, значит, все пошли на местных. Потому что, ну, если они пойдут, то проблемы, там, такие, как лишение премии, или еще чего-либо. Если... ну, очень просят, буквально, уговаривают, запрещают, увещают не ходить на оппозиционные всякие мероприятия, потому что это тоже грозит проблемами на работе. Сейчас все, что связано с бюджетной сферой, везде идет поддержка власти, например, там, сходить на митинг какой-нибудь, где Путин будет выступать, какой-нибудь концерт там, где Путин будет выступать, при массовке. Это все сейчас очень распространено. И, к сожалению, в бюджетной сфере сейчас никуда от этого не деться. Так что, вот, как-то публично высказываться за то, что сейчас не входит в политику для прикресного центра. Но вот статистику, да, статистику они могут предоставить. А высказываться публично уже будут другие люди, которые скажут, что, да, вот эта статистика собрана, так-то, это действительно статистика в этом регионе, действительно, этого года. И вот так эта картина выпустит. Еще по аналогии можно, там, если говорить о другой сфере, о сфере трудовых прав, то вот этот печально известный список запрещенных профессий для женщин, которые в России являются, кажется, чуть ли не самым широким во всем мире сейчас. и, возможно, профсоюзное движение могло бы как-то помогать, ну, то есть, если вовлекать профсоюзное движение, и эта идея, идея по изменению вот этого подхода, то есть, там, осуществлению равенства с одной стороны, с другой стороны, там, обозначение профессий, которые вообще никаким людям не рекомендуются, потому что они для всех вредные. Ну, с другой стороны, если вводить профсоюзное движение, для этого надо, как бы, сделать так, что профсоюз перестал считаться формальностью, потому что сейчас происходит с профсоюзами в конкретной бюджетной сфере. Люди вступают в профсоюз, чтобы иметь какие-то там льготы на отпуск, получаясь подарок на 8 марта или на 23 февраля. Ну, и все, в общем-то, вносится взнос в профсоюз, то есть, профсоюз сейчас перестал восприниматься, как что-то, что поможет в трудовых правах. Опять же, почему? Потому что люди боятся идти против начальства, потому что начальство – это префектура, префектура – это правительство, то есть, в бюджетной сфере все именно так. И, конечно, эту ситуацию влиять можно и нужно, и на это нужно время, большое время. То есть, на то, что вы профсоюзы перестали считаться формальностью. Ну, просто есть, так называемые, «желтые» профсоюзы, а есть, скажем, независимые политизированные боевые профсоюзы, может быть, с ними общий язык легче найти, и они не зависят от государства. Ну, это то, чем левое движение занимается. Ну, да, можно. У нас еще какие-то предложения есть, вопросы. Что хочется обсудить. У нас что-то обсудить, хочется какой-то вопрос, касающийся того, о чем мы говорим. Мне вот интересно, кто такие экофеминистки. Экофеминистки. Экофеминизм – это проблема феминизма, который связывает использование природных ресурсов и угнетение женщин. То есть, что это взаимосвязано. Я не знаю эту теорию, к сожалению, но вот что в общих чертах я знаю, что эксплуатация природных ресурсов и эксплуатация женщин – это все выгодно патриархату, это все связано с патриархатом. То есть, патриархальная культура относится к природе как источнику каких-либо, которые им должна, то есть, природа должна и к женщине, как источнику чего-то, кто им что-то должен. Соответственно, женщин можно использовать для репродуктивности. Здесь комментарий, да, по поводу феминизма? Я просто увлекаюсь, интересуюсь, могу дополнить, наверное. Это изначально течение, которое отделилось от классического западного радикального феминизма, возникло, в общем, там, можно сказать, в 80-е коды 20-го века, и строилось, да, на идее о том, что патриархат, как система, которую описал Кейт Миллетт, он в том числе порождает эксплуатацию природы, то есть, и господство мужчин, и эксплуатация природы. И это все взаимосвязано, и это все нас уничтожает, и поэтому нужно вести двойную борьбу. То есть, борьба за гендерное равноправие, и борьба против эксплуатации природы. И у многих экофеминисток есть интерес к каким-то таким концепциям, теориям, связанным с религией, с такими вот учениями, которые апеллируют к природе, к почве. Там можно разделить две категории, то есть, такие культурные экофеминистки – это те, кто наделяют, ну, как бы, говорят о существовании таких эссенциалистских, то есть, сущностных черт женских, так называемых, то есть, что они как бы реально существуют, и что это хорошие черты, например, там, забота, эмпатия, и что эти черты, они характерны для женщин и для природы, что это природные все характеристики положительные, и они их продвигают. Это, скажем, ну, это, скорее, группа, которая является, скорее, малой в этом направлении. Ну, и, естественно, там большая группа, которая не считает, что существуют какие-то там мужские или женские качества, сущностные. Но они согласны с тем, что, ну, и некоторые культурные экофеминистки тоже, на самом деле, как вот Альгерта Харитонова говорила, что они не эссенциалистки это воспринимают, а просто говорят, что вот есть некие качества типа эмпатии, которые в наших обществах до сих пор обычно ассоциируются с женщинами, и там мы просто эти качества оцениваем как положительные, что вот если бы вообще все люди на планете развивали эти качества, то мы бы и природу не уничтожали, и там друг друга не эксплуатировали, не угнетали и так далее. В общем, как-то так. Ну да, вот с религией, многие из них связаны с христианскими, и христианских на Западе экофеминисток немало было в эти десятилетия. Для них это все тоже, для них все это очень важно. Есть одно даже поднаправление, ну, как часть-часть экофеминизма, это веган-феминизм, активистки этого направления, они, в частности, опираются на такую культовую классическую книгу Кэрол Адамс «Sexual Politics of Mead». Она вышла в 1990 году. В этой книге Адамс связывает отношения к женщинам и отношения к животным в патриархатной культуре, находит очень много общих черт, которые даже проявляются в современной медиакультуре, в современном маркетинге. То есть, когда там даже визуальные образы, на уровне визуальных образов там женщин и животных приравнивают и выражают такое одинаковое к ним отношение, отношение как к объектам. Либо объект для сексуальной эксплуатации, либо объект для эксплуатации с целью получения каких-то там молочных продуктов, например, или просто для убийства с целью потребления пищи. И она находит это очень взаимосвязанным, и еще в то же время она проводит связь между потреблением мяса и мускулинностью в культуре. То есть, вот эти традиционные представления о том, что мясо ассоциируется с силой, с властью, с мощью. Приводят примеры из Англии 19 века, когда жены стремились, ну, в семьях рабочего класса жены стремились мужьям изыскивать средства какие-то скудные, но покупать мясо сами не доедали при этом, но обязательно хорошо кормили мужа, чтобы он был сильным, потому что для них это важно. И уже даже потом, в 20 веке, когда реклама стала развиваться, современные средства массовой информации, вот этот вот ассоциативный ряд, даже вот сейчас на российском телевидении, вот эта вот какая-то совершенно уродская реклама, колбасы, что ли, или сосисик. Папа может. Да, папа может. Вот эта вот ассоциация, вот эти какие-то мужчины, подчеркнуто брутальные должны быть, такие стереотипные, прям мужчина-мужчина, такие мачо, которые там гвозди забивают, работают с утра до ночи, чтобы семью покормить, и вот их нужно кормить. Там еще была реклама, что настоящих мужчин сейчас днем с огнем не сыщешь, поэтому надо их сосисками, отбивными, котлетами и таким вот мясным продуктами, иначе они не протянут. Им нужно для этого много сил. Вот веган-феминистки, как раз они это направление очень развивают, и они его ведут, да, я заканчиваю, и они его ведут одновременно в двух направлениях. С одной стороны, они в феминистской среде агитируют за зеленое движение и за веганство, с другой стороны, в зеленом веганском движении они агитируют за феминизм. То есть такую двойную работу ведут. Я вот, возможно, буду говорить как утопист, но, к сожалению, просто помню говорить о веганстве. Вот это перечисление мне очень понравилось, значит, есть группа феминисток, она состоит из феминисток-вегетарианок, из феминисток-эзотерических, из феминисток-чайлд-фри, из еще каких-то феминисток. На мой взгляд, эта группа, она вся целиком надуманная. И это просто семейные сходства разных групп, то есть есть эзотерическое учение со своим корнем, в котором есть ответвление феминистское, есть там веганское учение со своим корнем, которое имеет тоже феминистское отделение. А вот такая группировка по признаку феминизма в одну какую-то семью, она делает феминизм кружком по интересам. То есть какая-то женщина, ну, или сейчас уже мужчина, узнает, вот есть такие феминистки, о, мне это интересно, потому что мои там права ущемляются, или у меня какая-то другая причина интересоваться тем, что они мои права ущемляются, есть. Пойду потушусь с ними. Вот, а там она находит уже людей с большим количеством одинаковых интересов, например, вот, и тоже вегетарианка, круто. И во всем этом катастрофическая ошибка, собственно, которая заключается в том, что это ни на чем не основано, кроме какого-то личного интереса. Я вот вегетарианка и феминистка, поэтому я буду искать причины и буду искать какие-то примеры для того, чтобы показать, что феминизм и вегетарианство – это связанные вещи. Конечно, этот подход, ну, вот, про который я рассказываю, он не очень практически применим, но, на мой взгляд, необходимо попросту найти некоторую фундаментальную причину, почему человек может быть феминисткой. И говорить, что не я феминистка, а я считаю, что вот от этой причины нужно лисать, а уже поэтому там можно быть и феминисткой, и вегетарианка, и чайлот-клим, и кем угодно. А так? Ну, тема в том, что вы не совсем правильно, мне кажется, понимаете, как происходит объединение феминисток. Это не есть круглый по интересам, что такое исторический феминизм, я никогда не слышала, я не знаю, что это такое, не знаю, есть ли это вообще. Дело в том, что феминистское объединение – это не кружок интересов, там, я интересуюсь природы, значит, я буду экофеминисткой. Любое феминистское объединение имеет в своей основе какую-то определенную теорию, которая была придумана не просто так, это не кружок по интересам, она имеет в своей основе какие-то фундаментальные труды, которые были написаны на тему феминизма, просто, возможно, какие-то разные взгляды именно на сам феминизм, то есть это не фокультируется на чем-то другом. Вот, например, радикальный феминизм, он основан на определенных трудах, у него определенные взгляды, он по-определенному осмысливается, и это не есть клуб по интересам, что вот мне интересны эти люди, поэтому я с ними подружусь, и буду вместе с ними куда-то ходить. Там, допустим, экофеминизм, он тоже основан на каких-то определенных трудах, на каких-то определенных работах, на каких-то определенных теориях, которые направлены именно на феминизм. На каких? Вот. Но я конкретно не знаю, на чем экофеминизм основан, на каких именно, потому что я не изучала этот вопрос. Вот, например, радикальный, это Симон Дебуар, второй пол. Это, как у нас? Кейт Миллетч. Радикальный Кейт Миллетт. Сексуал Политикс Кейт Миллетт. Не слушай. Радикальный, говорю. Это Сексуал Политикс Кейт Миллетт. Есть тогда, вот. Труды Андреа Дворкина. Они основаны тоже на определенной работе, на определенных теориях. Это не есть такое глупое интересное, что вот мне интересно это, поэтому я пойду в этот кружок. Для этого существуют какие-то подружеские кружки. Вот, например, есть какое-то объединение. А в нем, например, есть еще три подружки, которые увлекаются астрологией. И вот они там у себя в группе изучают, но они это изучают не в рамках феминизма. Феминизм – это всегда что-то направленное именно на феминизскую теорию. Вот. Да. Едины или все вот эти фундаментальные труды, на которых основаны разные феминизмы? То есть, разные феминизмы основаны на чем-то одном или на разных вещах? Борьба за права женщин, борьба за равенство с мужчинами – это вот единая основа. Просто есть разные осмысления этой борьбы. Например, есть такое движение, как сепаратизм женский. Это когда это движение призывает женщин полностью сепарироваться от мужчин, вообще не контаксировать с мужчинами, не работать с мужчинами, жить только в пределах каких-то женских поселений. Вот. И эта теория тоже есть. Это вот просто одно из направлений борьбы за права, борьбы за, собственно, самоопределение, борьбы с патриархатом. Но это вот есть направление. Потому что невозможно вообще в какой-либо науке, в каком-либо движении обойтись без различных направлений, идти все время на протяжении сотен лет одним путем. Вот феминизм возник в XVIII веке. Не может такого быть, чтобы он шел одним путем, и не появлялось никаких ответвлений. У них у всех общий стержень. Но труды могут по-разному восприниматься. Да? Ну да, собственно. Так же, как в общеполитических вопросах, скажем, в западной политической науке и практике, мы можем сказать, что на общее какое-то эмансипационное движение на уровне XVIII века, вот эти вот все тенденции в Европе, которые закончились в Великой Французской революции, они порождали некий общий фон, бэкграунд. Но из него потом пошли отличные друг от друга движения, такие как либерализм и социалистические теории. Но они имеют общее происхождение, прямо в отличие от фашизма, которому они скорее идеологически противостоят. То же самое, как вот эти вот общие... В анархизме подобное, расскажем, тоже вот один общий стежий, но в дальнейшем там появились движения так, анархопримитивизм, анархокоммунизм, анархо-там еще что-то. Вот, и в дальнейшем конкретизация шла тоже в зависимости от...